Они вниз, они вот идут. Ростяните, вы двери. Здорово, Украине! Здорово, Украине! Громе слова! Вы держите машины? Мы требуем, первое, встречу с губернатором Райниным лично, чтобы он приехал в город Любатин, встретился с людьми и лично у нас спросил, хотим ли мы строительство нового полигона или нет. Второе, мы требуем прекратить завоз мусора с чужих населенных пунктов к нам в город. Третье, мы требуем сделать рекультивацию старой мусорки, чтобы больше она не вредила людям. И четвертое, новое строительство, которое начато, перенести в то место, где позволяет действующее санитарное законодательство, экологическое законодательство. И самое основное, чтобы новое строительство нового полигона было в соответствии с державными строительными нормами, с государственными. Мы же не против самого проекта, мы против того, что его располагать в том месте, где его нельзя располагать, очень близко к домам, вблизи от прудов, то, что строится в Богодухове, там выдержаны все нормы, там выдержаны расстояния санитарного законодательства. Поэтому мы просим просто прийти в правовое поле, то есть все соблюдать, все действующие законодательства. Как это на увазе? Вы до кого-то уже завертались? Мы, как бы, были решения судов, были обращения к экологическим инспекциям, были обращения в санитарные службы, были обращения в генеральную прокуратуру, в обычную межрайонную прокуратуру. Вот, и мы требуем, чтобы наконец-то все стало в правовое поле, то есть чтобы наши чиновники начали хотя бы читать, не то что соблюдать, хотя бы читать, а лучше и соблюдать действующее законодательство, действующие нормы. Провели одно громадское слушание по поводу строительства, чихать хотели. Провели второе громадское слушание, согласно которому, как бы, люди были на которых против строительства, чихать хотели. Были решения судов, на которые также департамент капитального строительства тоже чихать хотел. То есть полностью идет недотримание, как бы, нас не слышат, нас не хотят слушать, и они вышли полностью за рамки правового, ну, за рамки правового, как бы, поля. Сегодняшняя промоакция была направлена на то, что идет на местном уровне, на уровне областном, игнорирование, так скажем, игнорирование решения судов действующего законодательства Украины по поводу продолжающего строительства и функционирования свалки. Нет никакой реакции стороны властей, как будто это кому-то на руку. И сегодня люди вышли доказать о том, что их не слышат, их права, которые указаны в законодательстве Украины, а именно в конституции, во множестве законов, в международном праве. То есть они игнорируются и не исполняются. Я Зайцев Дмитрий, живу в городе Люботине. Сегодня мы собрались на собрании местных жителей города Люботина по поводу незаконного строительства нового комплекса, скажем так, по утилизации мусора. Возмущает много вопросов такие, особенно по деньгам, которые выделяются на это все дело. В городе Люботине нет ничего. Ни воды толком, ни света, освещения на улицах. Дороги разбитые напрочь. Но нам тут, как манна небесная, пообещали построить мусорку. Есть в едином реестре судебных решений решение суда, ухвала, которое ухвалило на прохание прокуратуры перевести проверку финансовую у компании Кавтор, которая на данный момент ведет строительство в городе Люботине, и которая была в Багадухове. Так вот, по городу Багадухове сейчас идет проверка. За фактом зловживания и хищения, скажем так, денег в особо крупных размерах. И в этот момент, когда идет проверка данной фирмы финансовой, облсовета в лице департамента капитального строительства, она проводит тендер. И в тот момент, когда идет проверка Экофтора, дает повторно деньги, уже по тендеру выигрывает компания Экофтор. Но при этом вторая фирма, которая была зарегистрирована в тендере, через, спустя пару недель, она просто самоликвидировалась. То есть, реально, мы видим, что здесь идет коррупционная схема, и в этом все товарищи замешаны, чиновники. Потому что на все, на все, что им говорится и просится, и решение судов, как говорилось выше до этого, и все, это все напросто наплевательски спускается вниз, скажем так, в мусорное ведро. Продолжение следует...